Здравствуйте дорогие подписчики! Сегодня 19 декабря вы смотрите обзор самых значимых аграрных новостей. Россия ведет пошлину на экспорт пшеницы. С поставками зерна за рубеж уже возникли перебои. Подсолнечное масло может подорожать до 1200 долларов за тонну. Подробнее в нашем выпуске. В прошлом выпуске мы сообщали, что президент России раскритиковал правительство за рост цен на продукты питания. Уже на следующий день Михаил Мишустин подписал документ, который повысил экспортную пошлину на подсолнечник до 30%, но не менее 165 евро за тонну. Однако этим дело не закончилось. В следующем году нас ждет новое ограничение. С 15 февраля по 30 июня 2021 года будет действовать квота на вывоз пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя. Размер ее составит 17,5 миллиона тонн. Внутри этой квоты ячмень, кукуруза и рожь пошлиной облагаться не будут. А вот для пшеницы установлена пошлина в размере 25 евро за тонну. Экспорт зерновых за рамками квоты будет облагаться пошлиной в размере 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 долларов за тонну. Министр экономического развития Максим Решетников прокомментировал это событие. Он сказал, что считает пошлины необходимым долговременным механизмом, поскольку это самый простой способ отвязать внутренние цены от мировых. Однако Решетников уточнил, что процесс формирования пошлины должен быть понятен для всех. Например, если пшеница вырастает в цене более чем на 10% на мировом рынке, то пошлина должна автоматически увеличиваться, например, с 25 евро до 50 евро за тонну. На фоне объявленных квоты и пошлины в России начались проблемы с поставками пшеницы уже по текущим контрактам, сообщила газета «Коммерсант». Три источника подтвердили изданию, что таможенная служба стала внезапно задерживать грузы на срок до 10 дней. Росельхознадзор, в свою очередь, сообщает, что импортеры российского зерна стали чаще жаловаться на его качество. И если раньше претензии касались фитосанитарного состояния пшеницы, то теперь покупатели российской продукции уведомляют о наличии остаточного содержания пестицидов и ГМО. Добавлю, что по состоянию на 15 декабря, по данным Центра оценки качества зерна, Россия вывезла за рубеж, включая страны Евразийского Союза, 24 миллиона 200 тысяч тонн пшеницы. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода. После критики президента Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие торговые сети и представители пищевой промышленности сработали очень быстро. Они заключили соглашение, которое зафиксировали текущие цены на сахар и подсолнечное масло. В соглашениях говорится, что сахар в опте должен стоить не больше 36 рублей, в рознице не больше 46 рублей. Подсолнечное масло должно стоить в опте не более 95 рублей за литр и не более 110 рублей за литр в рознице. Соглашения будут действовать с 20 декабря по 1 апреля 2021 года. Интересно прокомментировал эту новость генеральный директор компании КВС Рус, которая занимается селекцией семеноводства, Игорь Бруевич. Игорь Бруевич заметил, что при цене сахара 36 рублей за килограмм, тонна сахарной свеклы должна стоить 2800 рублей. Средний уровень затрат на 1 гектар составляет примерно 70-80 тысяч рублей. То есть, в принципе, свекла будет рентабельна при урожайности где-то 30 тонн с гектара. В принципе, такого уровня достичь несложно. Однако, учитывая, какие погодные условия складываются на юге России, велик риск, что многие аграрии могут просто отказаться от сахарной свеклы. Тем более, что есть другие культуры в севообороте, которые ее легко могут заменить. Если отменят пошлину на сахар сырец, то мы увидим быстрый процесс разрушения системы обеспечения страны собственным сахаром, которая создавалась 20 лет. Про экспорт уже не говорю, заметил Бруевич. Многих из вас возмутила новость об экспортной пошлине на подсолнечник. И мы видим, что в комментарии вы, дорогие аграрии, требуете установить аналогичные ограничения на вывоз подсолнечного масла. Идея близка и Министерству экономического развития России. На этой неделе ведомство сообщило, что экспортная пошлина может быть установлена и на подсолнечное масло. Она составит 15% от таможенной стоимости, но не менее 135 евро за тонну. Глава масложирового союза Михаил Мальцев назвал эту меру избыточной. Предположил, что правительство просто перестраховывается, но вместе с тем заметил, что если пошлина будет введена, то она будет иметь крайне негативный эффект и поставит отрасль на грань банкротства. Тем временем на мировом рынке растительные масла обновляют рекорды. Например, пальмовое масло, соевое масло уже достигло необыкновенно высоких показателей. Глава аналитического центра Андрей Сизов даже предположил, что аналогичная тенденция коснется и подсолнечного масла. В ближайшей перспективе его стоимость может дойти до 1200 долларов за тонну на условиях ФОП глубоководные порты. Впрочем, как бы не жаловались маслопереработчики на низкую рентабельность в отрасли, новые инвестиционные проекты никто не отменял. На этой неделе Минсельхоз Тавропольского края сообщил, что в следующем году в регионе будет запущен новый маслоперерабатывающий завод. Его строят в поселке Солнечнодольск из Обильненского городского округа. Новый завод сможет перерабатывать 150 тонн сырья в сутки, он даст 58 новых рабочих мест, а инвестиции в проект оцениваются в 350 миллионов рублей. Компания, которая строит этот завод, РусАгроэкспорт, собирается отправлять полученную продукцию за рубеж в Азербайджан, Армению, Украину и Израиль. Аграрии калмыки, которые в этом году пострадали из-за сильной засухи, получат федеральную поддержку на погубку грубых кормов для животных. По информации регионального Минсельхоза, около тысячи хозяйств уже подали заявки на получение субсидии. Ее базовый размер 2303 рубля на одну условную голову. Однако финальный размер субсидии будет ранжироваться в зависимости от того, каково маточное поголовье стадо в каждом конкретном хозяйстве. Напомню, что в июле в Калмыкии был введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за сильной засухи и жары выгорело 2 миллиона 800 тысяч гектаров пастбищ. Напомню, что Калмыкия это преимущественно аграрная республика. 80% валового продукта сельского хозяйства обеспечивается за счет животноводства. В Калмыкии практикуется естественный выпуск скота в степи. По традиции закончим выпуск позитивной новостью. Вы все еще можете воспользоваться акцией ранее бронирования, которую проводит Росагролизинг. Выбрав сейчас до 31 декабря необходимую сельхозтехнику, вы можете ее получить в следующем году по ценам текущего года. При этом первый платеж произвести до 1 сентября 2021 года. Вот такую большую отсрочку дает Росагролизинг. В акции участвуют несколько производителей сельхозтехники, в том числе компания Лилиани, ведущий производитель сельхозтехники для агрологистики. Напомню еще, что компания Лилиани является генеральным партнером нашего итогового проекта, где мы скажем о том, каких успехов добились в этом году аграрии, каким был этот год для них и чего ожидать в следующем году. Интервью с нашими федеральными и региональными спикерами вы увидите на канале в течение следующей недели. Оставайтесь с нами. Всего доброго!